Лето в самом разгаре, а значит самое время отправиться куда-нибудь в путешествие. На море, например. Давайте посмотрим на что-нибудь экзотическое, о том и все в Европе, да в Европе. Погнали-ка в Турцию, одну из немногих стран мира, которая расположена сразу в двух частях света. Казалось бы, турецкий геймдев никогда громко не заявлял о себе, да и Турция в принципе слабо ассоциируется с видеоиграми. Даже созданная тремя братьями-турками компания Crytek была основана в Германии, а значит сегодня не попадает в ролик. Но все же геймдев в Турции есть, и сейчас я расскажу вам о файтинге для геймбоя и культовой кульпой НАТО, турецкой Resident Evil и турецком Maxi Payne, квестах и RPG, вдохновленных Lovecraft'ом, конечно же о Mountain Blade и многом-многом другом. Возможно, в какие-то из этих проектов вы играли сами и даже не подозревали, что они из Турции. Усаживайтесь поудобнее, ведь вы на канале StopGame.ru, и ваше виртуальное путешествие вот-вот начнется. Но вашим гидом на сегодня снова буду я, Катерина Краснопольская. Обычно в начале географии я проговариваю свой традиционный дисклеймер о том, что в этом видео я не задаюсь целью собрать какой-то топ или перечислить все игры, сделанные в одной конкретной стране, потому что это физически сложно осуществимо. Но в случае с Турцией можно, в принципе, и постараться, особенно если говорить исключительно об играх, которые были созданы для международного рынка. Команд, которые делают такие игры, в Турции не так уж и много. Здешние студии в основном ориентированы на местную публику, и вы почувствуете это, когда я перейду к конкретным примерам. Но зато с вниманием к своей культуре и истории, со всем, что я называю, национальным колоритом, у проектов большинства местных студий все в порядке. Так в 1989 году вышла одна из самых первых турецких игр – Келоглан. Посвящена она была одноименному народному герою, но, увы, в нее мало кто играл даже на родине. Информацию, где именно разработали Келоглан, я не нашла, но большинство игр, о которых сегодня пойдет речь, родом из Стамбула, поэтому давайте сразу направимся туда. Стамбул – это крупнейший город Турции, и по совместительству ее экономический, исторический и культурный центр. Добро пожаловать в Стамбул, на перекресток мира. Стамбул был основан в 7 веке до нашей эры, и тогда носил имя Византий. Спустя несколько столетий его назвали Константинополем. Когда-то он был столицей Римской, Византийской и Османской империй. Ну а в 1990 году 36-летний дизайнер Седат Калоглу открыл там свою студию Голдбокс и выпустил стратегию Ханчеш, или кинжал по-нашему. В проекте участвовали настоящие историки, и его даже можно назвать популярным, если сравнивать с продажами других турецких игр в то время. Примерно тогда же Седат основал клуб профессиональных пользователей Амиго и начал выпускать ежемесячный журнал Амиго Professional News и писать статьи в Амиго Магазин. Немного напоминает историю Юрия Матвеева и Спектрофона, о котором мы с Антоном рассказывали в ролике про русские квесты. Седат вообще внес большой вклад в продвижение Амиго у себя на родине, и в дальнейшем не терял интерес к цифровым технологиям. В 2013 он стал крупным чиновником в Турецкой ассоциации информатики, но сейчас уже отошел от дел и занимается векторной графикой и фотографией в качестве хобби. Но и продает свои работы на шаттерсток заодно. Уж не знаю, сказалось ли тут влияние Седата, но самой популярной платформой для турецких игр в 90-х была именно Амиго. Так, в 93-м стамбульская студия SiliconWorks выпустила для нее Умут Тарлалари, поля надежды по-нашему, симулятор управления фермой. Игрок начинал с продажи молока, яиц и овощей на местном рынке, а затем должен был наращивать обороты, расширять свои угодья и популяцию домашнего скота. Читая турецкие материалы об этой игре, я приметила такую фразу. Умут Тарлалари – это первая в мире игра о сельском хозяйстве. Сильное заявление, подумала я, и пошла его проверять. Вообще, первой игрой о сельском хозяйстве считается Harvest Moon, но она вышла в 96-м, через три года после Умут Тарлалари. Так что же, получается, первый симулятор фермера был сделан все-таки в Турции, и местные публикации не просто так хвастались. Хотя мне кажется, что если копнуть глубже, можно найти и более древние образцы. Ко всему прочему, у Умут Тарлалари был соответствующий метод распространения. Разработчики сами разносили по магазинам коробки с игрой, предлагая тамошним продавцам сбыть их продукт. Таким макаром им удалось продать где-то тысячу экземпляров игры. На упаковке, этикетке и сами дискеты они потратились больше. Вторая игра Silicon Works под названием... Так, ну тут мне уже нужна помощь эксперта. Даур, прочитай, пожалуйста. Истанбул Эфсанелери Лаале Савасчилары. Да, именно так я и хотела сказать. Переводится это как Легенда Стамбула, Воины Тюльпанов. А распространялись они уже профессиональной издательской компанией, что, как вы понимаете, было в новинку для турецкого игрового рынка. Легенды Стамбула вышли в 94-м и представляли собой первую турецкую фэнтезийную RPG в духе Ultima, Wizardry и Might and Magic. Официальное описание утверждает, что не обошлось в игре и без юмора, но так как на английский она не переводилась, оценить его, увы, не получится, так что поверим на слово. Судя по вступительному ролику, снятому с живыми людьми, кстати, нас ожидает история про попаданцев. Как и положено в играх ролевого жанра, игрок мог выбирать класс своего персонажа. Например, взять студента, офисного клерка или женщину с пониженной социальной ответственностью. Как вам такой юмор, а? После 95-го Амега с рынка вытеснили компьютеры помощнее. Настало время более технически продвинутых проектов. Одна из таких игр называлась Пирики... Кешиф Гемисы. Да, или, если хотите по-русски, экспедиционный корабль Пири. Она вышла уже под конец 90-х и снова обращала нас к турецкой истории. Пирирейс — это, между прочим, не просто османский мореплаватель, но еще и картограф. Мастер Пири? Кажется, я знаком с вашими трудами. Именно он в 16 веке создал первую современную карту мира, собрав ее из фрагментов арабских, португальских и испанских карт. По крайней мере, первую известную подлинную. На карте Пирирейса с достаточной точностью изображены побережья Южной и Северной Америки. Это всего спустя 20 лет после путешествий Колумба. Еще один вклад Пирирейса в картографию — это Книга моря, Атлас, в котором он подробно описал города, бухты, гавани, рифы и мели Средиземного моря. Зафиксировав все потенциальные опасности для моряков, Пирирейс спас немало жизней. И вполне себе заслужил игру имени себя. Корабль Пири — это в первую очередь историко-образовательная игра, хотя и выглядит она как типичный point-and-click квест. Ты щелкаешь на какой-нибудь механизм, и тебе в большинстве случаев предлагают почитать историческую справку. В игре очень много текста, иллюстраций и видеовставок из документалки о мореплавателе. Как по мне, изучать историю в таком формате куда интереснее, чем просто читать учебник. Тем более, что чтобы перемещаться на корабле из одного региона в другой, придется и пошевелить мозгами. Сибит, а именно так называлась студия, что создала корабль Пири, в дальнейшем решила делать уклон в сторону образования и сконцентрировалась именно на обучении, а не развлечении. Сейчас это крупнейшая в Турции компания, которая разрабатывает цифровой образовательный контент и целые учебные платформы. Она получила множество наград за лучшие решения для веб-обучения. Сибит официально сотрудничает не только с Министерством образования Турции, но и со школами по всему миру. А ведь все началось когда-то с видеоигры. Ну а мы продолжаем плыть дальше, и у нас на очереди снова первая турецкая игра. На этот раз первая турецкая игра для геймбоя. И вообще первая турецкая игра на экспорт. Ее созданию предшествовала долгая предыстория, связанная с турком по имени Мевилуд Динч. У себя на родине он считается чуть ли не легендой геймдева, и в прошлом году даже выпустил автобиографию «Жизнь этой игры». Жизнь у этого разработчика действительно выдалась интересная. В 79-м году, когда ему было 22, Мев женился на англичанке и переехал из Турции в Туманный Альбион, почти не зная английского. Работая там на заводе, производящем оптоволоконные кабели, он постоянно слушал истории своего коллеги о новом удивительном компьютере The X Spectrum и играх для него. Приятель так вдохновленно рассказывал обо всем этом, что Мев не выдержал и купил себе Spectrum. И чем больше Мев читал инструкцию к нему, тем больше его увлекала идея компьютеров и игровых программ. За два года он стал со Spectrum на «ты» и самостоятельно научился программировать. Особенно его манила разработка игр. Они казались ему чудом, а ведь до покупки компьютера он даже совершенно не интересовался ими. Вот так вот бывает. В итоге, Мевлюд Динч вместе со своими друзьями в конце 80-х основал во все той же Британии компанию Vivid Image. Наиболее известна она по таким битамапам, как The First Samurai и Second Samurai, и гонкам Street Racer, которые представляли собой эдакую смесь Mario Kart и Street Fighter, о чем уже должно намекнуть лого игры. Кстати, о Марио. Динч подумывал о создании трехмерной игры в духе Super Mario 64, главным героем которой должен был быть Ходжа, турецкий гонщик из Street Racer. Но этого так и не случилось. Vivid Image закрылась, а в 2000 году 43-летний Мевлюд Динч вернулся на родину. И тут же основал в Стамбуле студию имени себя, Динч Интерактив, которая, впрочем, спустя несколько лет поменяла название на Саби. Мев хотел продолжать делать игры, и у него было достаточно опыта для этого. Он набрал команду энтузиастов, которая состояла в основном из молодых студентов, и один из них принес Динчу идею. Той самой игры для геймбоя. Этого студента звали Галлип Картаглу. Запомните это имя. Галлип показал Динчу прототип файтинга, босс одобрил концепцию, ну а там и Нинтендо подтянулось, дав добро на разработку. В итоге игру сделали меньше, чем за год, и называлась она Dual Blades. Как и многие упомянутые сегодня турецкие игры, этот файтинг был приправлен нотками национального колорита. Помимо ниндзя или рыцаря, среди персонажей имелся османский воин по имени Эфе. Сама история завязана на том, чтобы одолеть величайшего бойца, владельца вынесенного в название игры оружия. Зовут этого вояку Альперин, и это распространенное турецкое имя, которое означает герой или отважный человек. Во времена Османской империи альперинами называли воинственных дервишей. Но в нашем случае Альперин – это непобедимый и невероятно успешный полководец, который ищет нового достойного владельца для своего оружия, чтобы избавиться от его проклятия. Такое вот незатейливое обоснование для файтинговского замеса. Хитом в итоге игра все равно так и не стала, слишком уж она уступала по качеству другим файтингам. Особенно простенько выглядели в ней потоки крови и распополамливание противника. Сражаться в Dual Blades можно не только против искусственного интеллекта, но для этого вам бы пришлось найти кого-нибудь еще, у кого есть картридж с игрой. Вдвоем с живым человеком этот файтинг наверняка ощущался бы веселее. Как в принципе и все что угодно. Мевлет Динч и его компания Саби не ограничились одной только Dual Blades. За 20 лет они выпустились в десяток игр, большинство из которых было посвящено футболу. Сложно передать, насколько сильно в Турции обожают футбол. Турецкие фанаты – самые неистовые в мире. Во время игры стамбульской команды «Бешикташ» трибуны орали с громкостью 140 дБ, громче самолета и отбойного молотка. Футбол в Турции – весьма горячая тема, и неудивительно, что Саби решила к ней обратиться. Но, наверное, самой значимой игрой для студии стала ММО «Стамбул. Время судного дня». И Стамбул Кыямет Вакты, ты хотела сказать. Именно. В апреле ей стукнуло 14 лет, и она до сих пор поддерживается разработчиками и сдабривается новым контентом. Эта игра создана исключительно для местного рынка, но учитывая, что в одном только Стамбуле, входящем в число самых крупных городов мира, живет больше 15 миллионов человек, игроков в ней все равно хватает. Ну и насколько я могу судить по отзывам, туркам она нравится. Еще бы, в ней не могут гулять по апокалиптичному Стамбулу, в котором смешалось все – магия и военная техника, фэнтезийные твари и высокие технологии. Эклектика, в принципе, свойственна Стамбулу, ведь он расположен сразу в двух частях света – Европе и Азии. В Стамбуле тесно переплетаются прошлое и современность, восток и запад, разные культуры и традиции. Еще одна игра, которая перенесет нас на улицы этого славного города – Кабуз-22, или, как у нас ее локализовали, Зона-22, Территория Страха. Сделала ее стамбульская студия Сон и Щик, которая была основана в 2004 году. А продюсером игры стал тот самый Мевлюд Динч. Вы уже наверняка соскучились по первому турецкому чему-нибудь. Так вот, выпущенная в 2006 Кабуз-22 – это первый турецкий хоррор. Вообще, я бы назвала ее первой турецкой Resident Evil. И последний. Сходство, как говорится, налицо. Мы исследуем локации, решаем головоломки, отстреливаем монстров. Никого, кстати, не напоминает. В мире Кабуз-22 хорошие ребята из Сопротивления воюют с плохими культистами. Главный герой, которого зовут Демир, отправился по зову своей девушки не куда-нибудь, а в Кадыкёй, крупный район азиатской части Стамбула. Однако, подъезжая к цели, он понимает, что его ожидает совсем не романтичная прогулка по улицам турецкого мегаполиса. Подругу надо спасать. И мир, возможно, тоже. Из городских достопримечательностей в похождении до мира, отдельно хочу отметить девичью башню. Она расположена на небольшом островке и является одним из символов Стамбула. Существует несколько легенд о причинах строительства этой башни. И одну из них даже можно прочитать в игре. Вкратце, один турецкий султан так любил свою дочь, что когда ему предсказали, что та скоро умрет, построил для нее башню, где она могла бы спастись от возможной смерти. Но, как это часто бывает в легендах с посылом «от судьбы не уйдешь», в дело вмешалась змея, и девушка все равно погибла. Ну, а башня осталась. Играть нам придется не только за Демира, но и за его подругу Эбру, и за некоего Инзара. И вот во время переключения на последнего, Кабус 22 из Resident Evil превращается в какое-то подобие Devil May Cry. И если и вдохновляться играми от Capcom, то по максимуму. Можно было бы ожидать от Соны Шик продолжения в том же ключе, но что-то пошло не так. Сперва студия переименовалась в Motion Blur, а потом выпустила мобильный шут-эмап Space Cake. И затихло. При этом у компании есть рабочий сайт, в котором половина страниц пустая, а все ссылки на соцсети никуда не ведут. Еще одна стамбульская студия, о которой нынче ничего не слышно, Yogurt Technologies. Само слово «йогурт», кстати, пришло к нам именно из турецкого языка. Корень его восходит к глаголу «концентрировать». Как по мне, студия выбрала себе отличное название, одновременно и со смыслом, и с отсылкой к местному продукту, который любят во всем мире. В середине нулевых, Yogurt Technologies выпустила две игры. Pus Uenish в 2005, и Etiyami Mechanic Estilla в 2006. Хм, у меня начинает получаться. Обе они были сделаны на одном движке, и отвешивали глубокий поклон турецким реалиям. В частности, их действие снова происходило в Стамбуле. Давайте я расскажу по порядку о каждой игре. Pus U – это первый турецкий 3D-экшен. Изначально он задумывался как шутер от первого лица, но после долгих лет разработки превратился все-таки в шутер от третьего. Игра зачем-то требовала обязательную активацию через интернет и имела ограничения на количество установок. Ну хотя понятно зачем, борьба с пиратством, все дела. Да вот только в 2005-м не сказать, что интернет был доступен всем и каждому. Особенно в Турции. Вот игра и прошла мимо большинства местных геймеров. Главный герой Pus U – лейтенант турецкой армии по имени Фатих – ищет своего пропавшего отца. Естественно, в Стамбуле. Местная пресса утверждает, что улочки города перенесены в игру довольно точно, так что поверим. Хотя на самом деле улиц тут не так уж и много. Большая часть игры – это какие-то стройки да складские помещения. И я же не сказала вам самого главного. Переводится Pus Uyenish буквально как засада пробуждения. Следующая игра Yoga Technologies вышла всего через год после засады. Она называлась Этиями Меканика Стила, или по-нашему Этиями Механическое Вторжение. Этиями – это имя главного героя, подростка, который мне смутно кого-то напоминает. Он вышел в аптеку по просьбе своей бабушки, а на улице обнаружил, что город заполонили роботы. Кроме того, Ями – это название турецкого шоколадного батончика, которым наш герой восполняет свое здоровье. И это не просто совпадение. Достаточно лишь взглянуть на ТВ-рекламу сладости. В итоге мы имеем такую вот незамысловатую игру, сделанную, очевидно, очень быстро и понятно, с какими целями. Рекламировать батончик. Как и засада, Этиями выглядела устаревшей уже в момент своего релиза. Но давайте все-таки не забывать, что применять на Турцию стандарты более подкованных в игровой разработке стран было бы как-то неправильно. Местную гейминдустрию все еще можно назвать молодой, но несмотря на это, одной турецкой студии все-таки удалось громко заявить о себе на весь мир. И чтобы рассказать о ней, давайте перенесемся из Тамбула в Анкару, столицу страны. Вы наверняка уже заметили, что в этом выпуске мы не особо путешествуем из одного города в другой. Можно считать это особенностью турецкого геймдева. Игры в Турции делают в основном в Стамбуле, и буквально пара студий находятся в Анкаре. Она, хоть и уступает Стамбулу по количеству жителей, все равно является весьма крупным городом. Кроме того, это одно из древнейших поселений Малой Азии. Однако столица Анкара стала относительно недавно, в начале прошлого века. И именно тут, в 2005 году, супруги Армаган и Ипек Евуз основали Тейл Волдс. В том же году стартовала разработка первой игры студии – Маунтен Блейд. Создавая свою игру, Армаган и Ипек вдохновлялись классическими RPGs, в первую очередь The Elder Scrolls 2 Daggerfall. И когда бета была уже более-менее готова, супруги решили попробовать продавать ее, обещая купившим игрокам бесплатный доступ ко всем последующим версиям. Мы с Ипек повесили небольшое объявление на одном из англоязычных форумов и уселись ждать, придут ли люди, готовые заплатить за нашу игру. И буквально в течение нескольких дней на нашем форуме появились первые игроки, которые начали обсуждение прототипа. Пошли первые комментарии, начались продажи. Сначала мы продавали по одной копии в день, а потом, через неделю, уже по 30 копий. В этот момент мы поняли, что нам хватит полученных денег, чтобы закончить игру. Мы нашли свою модель. Mount & Blade даже в недоделанном виде привлекла большое внимание за пределами Турции. Ее хвалили журналисты и игроки. В 2008 году разработка Mount & Blade завершилась, но первая часть стала лишь началом большой серии, к которой можно перечислить не только несколько игр и DLC к ним, но и десятки качественных и разнообразных модов от фанатов-энтузиастов. Студия TaleWorlds расширялась и продолжала творить. Чем до сих пор и занимается. В прошлом году в ранний доступ вышла Mount & Blade 2, Баннерлорд, продолжающая развивать идеи оригинала. В ней появились новые тактические возможности, кастомизация брони и крафт-оружия. Не говоря уж о том, что игровой мир стал насыщеннее и графонистее. Осталось только добавить русскую локализацию. Прежде чем сделать свою первую игру, доктор физико-математических наук Армаган Явус много лет преподавал. Про его жену Ипек известно куда меньше. Она никогда не давала интервью, редко появлялась на фотографиях, а после 2008 года вообще будто бы куда-то пропала. Даже на форум Mount & Blade перестала заходить. Некоторых людей в интернете это так взволновало, что они стали создавать треды в духе «Куда пропала Ипек?». А точно ли это она на фотографиях? Учитывая, что и сам Армаган довольно скромный человек, могу предположить, что она просто не хочет привлекать к себе внимание, несмотря на то, что очень помогала на ранней стадии разработки Mount & Blade. По крайней мере, так ее муж говорил. И вообще все это смахивает на завязку какого-нибудь остросюжетного триллера. Я не убийца. В современной Турции у людей, желающих разрабатывать большие игры, не так много вариантов. Студия Tail Worlds — это, наверное, самый очевидный из них. Можно еще попробовать создать свою компанию. В Турции для этого есть неплохие условия. Там существует система государственных технополисов. Это специально оборудованные территории, на которых находятся различные учебные заведения. Университетские городки, иначе говоря. Там за небольшую плату можно арендовать помещение, да и с разработкой найдутся желающие помочь и проконсультировать. Tail Worlds как раз-таки снимает офис в таком вот технополисе на территории Ближневосточного технического университета. Оттуда и новых сотрудников сразу вербовать удобнее. Еще одна студия, которая располагается в подобном месте, но уже в Стамбуле, называется Momentum. Эта компания появилась в 1998 году. На свою первую и единственную игру она выпустила только спустя почти 10 лет, в 2007. Называлась она Culpainata, что с латинского переводится как «первородный грех». В отечественной локализации игра получила пафосную приписку «Презумпция виновности». Идея создания Culpainata пришла в голову Бураку Барманбеку, одному из основателей Momentum, когда к нему в руки попала книга его подруги, турецкой писательницы Алия Фалатлы, кот Шрёдингера. Бурак оценил описанный в романе «Мир недалекого будущего» и просто попросил разрешения позаимствовать уже готовую вселенную для своей видеоигры с совершенно другой сюжетной линией. Писательница ответила, что он может делать все, что захочет, главное не передавать дух ее книге. В итоге Culpainata стала вполне себе независимым произведением, действие которого происходило в 2047 году, примерно через 30 лет после книжных событий. Хотя некоторые персонажи Кота Шрёдингера в игре все-таки появились. Culpainata – это квест с кучей диалогов. Бурак Барманбек хотел создать невинейную игру с большой свободой выбора, и у него это вполне получилось. В роли офицера глобальной сети мирового порядка по имени Феникс Воллес мы расследуем убийство русского бизнесмена-иммигранта. Кстати, Россия, согласно этой игре антиутопии, является страной-изгоем. Я думаю, что мы здесь более secure life, чем в России, правда? О, definitivamente. И в России ты никогда не знаешь, что будет происходить дальше. В то же время другие ведущие государства Европы и Америка объединились во Всемирный Союз, основанный на личной свободе и здоровом эгоизме. К 2047-му мир игры изрядно так потрепало. Он пережил многочисленные революции, великую экономическую войну и ядерную катастрофу в Канаде. В 2020-м тут случилась даже своя эпидемия. По местному лору в тот год в Европу пришла желтая лихорадка. Напомню, что Culpainata вышла в 2007-м. Несмотря на нелинейность сюжета, концовок в игре было всего две, да и те с жирным намеком на продолжение. Выход второй части с подзаголовком Chaos Rising был запланирован на 2011-й год. У игры даже тизерный трейлер есть, но разработка, увы, заглохла. А Бурак объявил, что сиквел выйдет в формате книги и сдержал слово, выпустив ее в 2012-м. Она называлась точно так же, как и игра, Culpainata, но при этом сюжетно дополняла и продолжала ее. Собственная книга позволила Бураку обойти игровые ограничения и рассказать более цельную историю, например, сильнее сфокусироваться на личности главной героини. За первой книгой должна была последовать вторая, а потом и третья. Но то ли энтузиазм Бурака поугас, то ли реакция фанатов была не особо бурная, то ли и то, и другое. В общем, не писал Бурак больше книг. Хотя случай сам по себе примечательный. Из геймдизайнеров в писателе. До этого у нас было только наоборот. С книги все началось, книга и закончилась. Могла бы подытожить я, но нет. Все-таки Моментум функционирует и сейчас. Правда, уже не как студия-разработчик игр. Как и компания Сибит, Моментум потянула в сторону электронного обучения. Она создает интерактивные приложения для учебы, причем ставка в них опять-таки делается на то, чтобы увлечь студента или школьника. И опыт создания видеоигры тут как нельзя кстати. Постоянные зрители игровой географии, наверное, заметили, что ближе к концу роликов я обычно перехожу к инди-играм. Но с Турцией складывается ощущение, будто я всегда говорю про инди. Для турецких игр, что в 90-х, что в нулевых, что в 10-х и вот теперь в 20-х, было нормой, что один человек мог и код писать, и музыку. Небольшие компании, в которых один сотрудник выступал на многих ролях, это норма для турецкого геймдева. Именно так было в стамбульской студии The Etrop Interactive. Она была основана в 2005 году двумя братьями Шамлы, Ануром и Аралом. Очень хочется как-то пошутить, но делать этого я, конечно же, не буду. Обычное турецкое имя, вы что вообще? И Галипом Картоглу. Помните это имя? Это тот самый студент, придумавший идеи Дуал Блейдс. Он познакомился с братьями еще во время работы над этим файтингом. Шамлы писали для него музыку и занимались звуковыми эффектами, а Галип был ведущим программистом и геймдизайнером проекта. Создав свою компанию, троица расширила профессиональные навыки. Братья Шамлы стали отвечать не только за музыку, но и за сюжет и графику будущих игр. А Галип написал собственный 3D-движок. Все игры The Etrop Interactive представляют собой эволюцию квестов от первого лица. Причем квесты эти внезапно сделаны под очевидным вдохновением от творчества Лавкрафта и с большой любовью к работам мастера ужасов. Мы использовали его повествовательный стиль и попытались создать мир, основанный на его произведениях. Мы хотели, чтобы игроки испытывали такие же чувства, что и читатели лавкрафтовских рассказов. Первый проект студии под названием Darkness Within in Pursuit of Lord Nolder вышел в 2007 году, между прочим, за 7 лет до хоррора Синдзи Миками. В 2009-м у Darkness Within появился сиквел с подзаголовком The Dark Lineage. Прямое продолжение, как и первая часть, рассказывала историю полицейского по имени Говард, отсылка, сами понимаете, к кому, который в своем детективном расследовании начинает сталкиваться с очень страшными и странными вещами. Грань между реальностью и тревожными снами в этих играх то и дело стирается, а герой пытается сохранить рассудок и довести свои поиски до конца. Если первая часть была в чистом виде Point and Click квестом, в котором даже перемещаться надо было по щелчку мыши, то в сиквеле Говард мало того, что мог полноценно ходить по трехмерным локациям, так еще и умел прыгать, бегать, приседать и двигать предметы. Сами разработчики считают, что свободное перемещение в полном 3D, хоть и могло оттолкнуть олдскульных фанатов, было необходимой игре. The Drop Interactive хотел и развиваться, и это был шаг вперед для студии. Помимо лавкрафтовской атмосферы и тягостного безумия, идеология квестов Darkness Within могла похвастаться весьма заковыристыми головоломками. В этих играх требовалось анализировать найденные записки, самостоятельно подчеркивая важные для прохождения фразы. Эти фразы затем превращались в зацепки, которые можно было обдумывать и складывать между собой. Омрачало все, в прямом смысле омрачало, слишком темная цветовая гамма первой игры. На некоторых локациях Darkness Within та самая Darkness была повсюду, и разглядеть в ней что-то практически невозможно. Во второй части Говард уже научился подбирать фонари и носить их с собой, так что в этом плане, я считаю, тоже получился большой шаг вперед. После дилогии Darkness Within студия, видимо, решила ненадолго затаиться, чтобы как-то переосмыслить свое творчество и не теряя в самой сути отбросить лишнее. Канариум 2017 года стала уже куда легче по части загадок. Гораздо короче, игру можно пробежать часа за четыре, и потеряла поинт-кликовый курсор. Теперь это был уже полноценный и достаточно линейный симулятор ходьбы. Но самое главное, атмосфера невыразимого ужаса по-прежнему осталась на своем месте, да еще и заиграла новыми красками благодаря Unreal Engine 4. На этапе разработки Канариум называлась Mountains of Madness – Хребты Безумия, так как была этакой адаптацией одноименного лавкрафтовского рассказа, в котором группа ученых обнаруживает, что нашу планету когда-то населяла внеземная высокоинтеллектуальная форма жизни. Несмотря на все пересечения с хребтами, авторы Канариум рассказывают, впрочем, вполне оригинальную историю. В роли главного героя игры Фрэнка Гиллмана мы должны исследовать антарктическую базу, чтобы найти других участников нашей экспедиции. Фрэнк, по недоброй традиции предыдущих игр Zootrop Interactive, плохо помнит недавние события и не понимает, почему он остался на базе один. Ну как один? Само слово Канариум – это название специального устройства, с помощью которого ученые могли выходить за пределы человеческого сознания и перемещаться в другие места. Нам это, конечно, тоже предстоит, как и путешествие вглубь базы, в древние подземелья, полный ужасающих тайн. Впрочем, бывают ли у Лавкрафта другие? Игра вываливает на нас кучу текстов. Дневников, записок, рукописей, заметок, журналов. Таким образом и раскрывая сюжет. Но в отличие от Дагна Свизин, работать с текстом не нужно. Чтение здесь необходимо в первую очередь самому игроку, для понимания всей истории. Вообще, я осуждаю такой подход к подаче сюжета, но здесь он очень сильно перекликается с самим источником вдохновения – книгами Говарда Филлипса. Поэтому могу понять, почему студия сделала именно так. Ну и не забывайте, что эту игру, как и предыдущие две, разрабатывало всего три человека. Кстати, о вдохновении. В Канариум, как и в Darkness Within, присутствует множество отсылок к творчествам мастера ужасов, помимо очевидных открывающих и закрывающих игру цитат. Все эти внеземные существа, статуи, саркофаги, сама манера написания внутриигровых текстов, с жирными намеками на что-то невыразимо ужасное, что незримо присутствует в нашем мире. Недаром творение «Заэтроп Интерактив» упоминал Ваня Лоев в своем материале, посвященному играм по Лавкрафту. В 2019 году братья Шамлы объявили, что спустя почти 15 лет трио «Заэтроп Интерактив» перестает существовать. Братья учредили новую компанию под названием Stormlink Studios, уже без Галипа. По крайней мере, на сайте программистам числится некая Пинар Пармак. Внезапно жена одного из братьев. Судя по портфолио девушки, она довольно неплохой иллюстратор. Но что касается кодинга, это все довольно странно, потому что в титрах следующей игры братьев Шамлы уже под эгидой Stormlink Studios. Как программист все равно числится один только Галип. Однако по найденным в самой игре пасхалкам можно заметить, что штат команды все равно стал немного побольше. Ну а игра эта называется «Транзиент», и вышла она совсем недавно, осенью 2020-го. Галип, меж тем, не терял времени даром, и помимо работы над ней успел в том же году выпустить мобильный ремейк файтинга «Дуэл Блейдс». Назывался он уже, правда, «Дуал Соулс», но пусть это не вводит вас в заблуждение, даже персонажи там остались такими же. В Stormlink Studios в своей последней на данный момент игре тоже осталась верна традиция. Тут у нас снова Лавкрафт на Лавкрафте, и Лавкрафтом погоняет. Но все это в киберпанковском сеттинге. На этот раз странные сны героя перемешиваются с киберпространством, и знаете, такое сочетание выглядит очень даже любопытно. Главный герой «Трансиент» — хакер Рэндольф Картер. Это еще одна отсылка к Лавкрафту. В его рассказах тоже был персонаж с таким именем, и он тоже мог видеть во снах внеземные миры. Наш протагонист снова теряет память в самом начале игры, и по ходу сюжета пытается восстановить свои воспоминания. Тут сценаристы братья Шамлы весьма предсказуемы, увы. А вот что в «Трансиент» удивляет, так это мини-игры. Одна из них даже стилизована под оригинальную Alone in the Dark, разработчики которой тоже, если помните по моему ролику про Францию, вдохновлялись творениями мастера ужасов. Сложно назвать игры «Зеотроп Интерактив» или «Стормлинг Студио» с хоррорами в привычном понимании этого термина. В «Дагнус Визин», «Канариум» и «Трансиент» пугают не столько резкие и редкие появления врагов, сколько истинно лавкрафтовская атмосфера отчаяния, которая создается за счет самого антуража игровых локаций, музыки и текстов, которые нам приходится читать. И раз уж мы подняли тему Лавкрафта, то давайте продолжим ее с еще одной турецкой студией. Она даже называется соответствующе «Cultic Games». В 2019 году она выпустила свою дебютную игру – RPG Stigion Reign of the Old Ones. Даже удивительно, откуда у турков такая любовь к творчеству американского писателя. У главы «Cultic Games» есть свой ответ на вопрос, почему именно Лавкрафт. Все дело в том, что остальные RPG-сеттинги – фэнтези, космоопера – уже приелись. И по большому счету отыгрывать роль можно где угодно, и привязываться к одним и тем же мирам он не видит смысла. Я начал читать произведения Говарда Лавкрафта, когда мне было 10 лет. И они сразу же запали мне в душу. В 2012 я решил сделать что-то оригинальное и связанное с современной историей и мифологией Лавкрафта. Многое из того, что я придумал в то время, мы использовали впоследствии. Тогда же я и начал искать людей для того, чтобы создать нашу игру. Действие Стиджин происходит в том самом Аркхаме, хорошо известном всем поклонникам творчества Говарда Филлипса. Древние пробудились, а люди, в свою очередь, начали активно сходить с ума. Геймплейная Стиджин верна духу старой школы, и от нее то и дело веет то Fallout, то Heroes of Might and Magic. А визуальный стиль игры — этакая дань уважения обложкам журналов вроде Weird Tales, в которых как раз и печатался Лавкрафт. И все бы хорошо, да вот только Стиджин ощущается недоделанной, сюжет будто обрывается на середине, а вся вторая половина игры пустая и не идет ни в какое сравнение с первой. Игроки остались разочарованы, еще бы при таком-то атмосферном начале, а разработчики, кажется, ничего и не планируют с этим делать. Сейчас Калтик Геймс разрабатывает Cats and the Other Lives — игру от лица, или в нашем случае от мордочки, домашнего кота по имени Асперт. Она должна выйти уже в этом году, и в формате Point and Click квеста расскажет нам историю загадочной семьи Мейсонов, хозяев того самого кота. Семейную тему продолжит сейчас игра еще одной стамбульской команды под названием Nowhere Studios. И расскажет эта игра историю о двух братьях, которые противостоят огромные корпорации. Давно у нас не было первого турецкого чего-то, да? Так вот, Монохрома — это первый турецкий проект на Kickstarter. В августе 2013-го эта головоломка-платформер собрала там 84 тысячи долларов, даже немного больше, чем требовалось. Полноценный релиз Монохрома состоялся только в 2016-м, и чисто визуально она оправдывала свое название. Цветовая гамма в ней была максимально сдержанная. Монохрома можно назвать духовной наследницей Лимба от датской студии Playdead. Сами разработчики не скрывают источник вдохновения и описывают свой проект как встречу Лимба и Ика. Новая студиос продолжает делать игры и сейчас. В прошлом году в ранний доступ вышла Yotsi Guardian City — симулятор жизни, в котором есть два мира — реальность и страна грез. Но в данный момент студия ищет свежую кровь для работы над новой игрой под названием Fate of Apocalypse. Есть в Турции и разработчики-одиночки. Один из них — Tolga Eye. За три года создал хардкорный динамичный платформер Remnants of Nazed, написав для него собственный движок. В выпущенной в 2018 году игре нам нужно было управлять Кайру — человеком, в котором живет душа древнего дракона. У протагониста в прямом смысле руки-крюки, которыми он цепляется за все на своем пути. Игра полюбилась спидранером и в целом имеет высокие отзывы в Steam. Хотя сложность пришлась по вкусу далеко не всем, и некоторых игроков разочаровало неудобное управление. Хотя, подозреваю, оно таким и планировалось. Когда я начинала делать этот ролик, то думала, он получится совсем небольшим, как и сама гейминдустрия в Турции. Но оказалось, что мне есть о чем рассказать. Причем это я ведь даже не про все турецкие игры поговорила. За бортом, например, остались олдовые турецкие квесты — ДТТ Фертина и Галата. Действие последнего целиком и полностью происходило в Галатской башне. Одном из символов Стамбула, украшающих этот город еще со средневековых времен, когда он назывался Константинополем. И обратите внимание, что чем дальше развивалась турецкая игровая индустрия, тем реже она показывала нам свои исторические корни. Местные игры со временем все сильнее и сильнее отдалялись от национального колорита. И обращались к каким-то трендовым во всем мире темам. И это приносило им определенный успех. Хотя лично я считаю, что посвящать игры своей культуре и истории или оставлять к этому отсылки — это дело хорошее. Главное, чтобы они сами по себе были увлекательными и качественными. У турецкого геймдева есть потенциал, есть условия со всеми этими технополисами. Не хватает ему разве что опытных специалистов. Тот же Армаган Евуз из Тейл Воллс сетовал, что им приходится чуть ли не с нуля обучать новых сотрудников делать игры. Но в конце концов мы тут вообще-то собрались, чтобы просто поговорить о своеобразии отдельно взятой гейминдустрии, а не оценку ей давать. А оно тут определенно присутствует. Хочется верить, что погружаться в турецкие игры вам было так же интересно, как мне изучать их. Как всегда призываю вас делиться впечатлениями о ролике в комментариях. А если пропустили предыдущие выпуски о Польше и Франции, посмотрите их тоже для сравнения. Надеюсь, в этот раз нам ничего не помешает попрощаться. С вами была Катерина Краснопольская, до новых путешествий на СтопГеймРу.